Христианские организации всего мира Мы приглашаем вас по мере того, как мы продолжаем наши уроки о сверхъестественной жизни и исцелении через дары Духа Святого На седьмом уроке мы будем говорить о исцелении как великого повеления Иисуса, когда окончилось служение на земле Он готовился, чтобы вознесться к Своему Отцу Он собирает на горе Ильонской всех своих последователей и учеников И говорит им последнее слово И он говорит им, это записано у Марка в 16 главе, начиная с 15 стиха Евангелие от Марка 16, начиная с 15 стиха И сказал им, Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари Кто будет веровать и креститься, спасен будет А кто не будет веровать, осужден будет И затем Иисус продолжает И говорит, уверовавших же будут сопровождать сии знамения Имени Моим будут изгонять бесов Будут говорить новыми языками Будут брать змей Если что смертоносное выпьет, не повредит им Возложат руки на больных, и они будут здоровы Итак, Господь после беседования с ними вознесся на небо и воссел одесную Бога И в 20 стихе мы находим А они пошли и проповедовали везде при Господнем содействии и подкреплении Слова последующими знамениями Иисус давал великое повеление каждому верующему Это не было просто хорошим советом Это великое повеление Кто из вас знает, что Иисус это командир, это главнокомандующий, а не советник И он обращается к тем, кто верит Это великое повеление не для тех, кто был призван, которое записано в Кефисианам 5.4 А он не говорил, что эти знамения будут сопровождать апостолов Эти знамения будут сопровождать евангелистов Он говорил, что эти знамения будут сопровождать уверовавших Сколько здесь верующих среди нас? Сколько здесь верующих? Он говорил, что эти знамения будут сопровождать уверовавших Вы скажете, брата Гилл, я не верю, что эти знамения будут сопровождать меня О, не волнуйся, тогда они не будут сопровождать Потому что если ты не веришь, они не будут сопровождать Они будут сопровождать только тех, кто верит Я раньше думал Однажды, когда эти знамения будут сопровождать меня, тогда я встану и пойду куда-нибудь А пока я буду сидеть у себя на скамейке в церкви И ожидать Пока эти знамения не начнут сопровождать меня И я ждал и ждал и ждал Ничего не происходило Друзья, если вы хотите, чтобы знамения следовали для вами, нужно встать и идти куда-нибудь Знамения не будут следовать, если вы не движетесь, не идете Вставайте по вере, вере и доверяйтесь словам Иисуса Когда мы идем к нашим соседям Те, с которыми мы работаем Те, с которыми мы идем в магазин И с которыми мы путешествуем по всему миру Иисус сказал Эти знамения будут следовать Не те, которые надеются Но те, которые верят, что они будут следовать Часто мы называем друг друга верующими Но, может быть, мы должны называть их сомневающимися Но если мы верим И если мы верим с верой Что эти знамения будут сопровождать Тогда они будут сопровождать нас, как верующих, водимых духом, куда бы мы ни пошли Эти знамения будут сопровождать тех, которые верят Бог использует сегодня мужчин и женщин Для того, чтобы восстановить чудеса и знамения в церквях сегодня И я благодарю Богу, что Он восстанавливает сегодня чудеса и знамения Но иногда мы почему-то думаем, что это все должно происходить только через руки суперзвезд евангелистов И верующие сидят и наблюдают за представлением Они идут туда на большие богослужения Вы знаете, сегодня дни суперзвезд уже окончены Сегодня каждый верующий должен творить дела Иисуса Те, которых Бог призвал в эти пять служений Апостолов, пророков, учителей, пастырей, евангелистов Наша работа, чтобы снабдить святых, чтобы они могли идти и делать работу Не самим делать эту работу Мы должны быть сержантами в Божьей армии Подготавливая святых для служения Каждый верующий должен творить дела Господни Если вы верующие в Иисуса Христа 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 Вам необходимо себя оснащать всем тем Вам необходимо себя оснащать всем тем Это об этом как раз в нашей уроке Это об этом как раз в нашей уроке Чтобы научить вас чтобы оборудовать вас чтобы вы могли творить дела Божьи. Вы скажете, брат Гил, какие же дела Божьи? Иисус сказал, дела, которые я сделал, вы также будете делать. И более того, будете делать дела, чем я делал. Потому что я иду к Отцу моему. Когда я иду к Отцу моему, я пошлю те же для которых являются Духом Святым. И когда Дух Святой сойдет на вас, вы получите силу чтобы творить дела Божьи. Чтобы быть моими свидетелями повсюду в Самаре, в Иудее и на крае Земли. Эти знамения следуют за, но не потому, что я апостол или евангелист. Эти чудеса и знамения следуют за мной, потому, что я верующий. И в один день это будет внедрение в вашу жизнь, в ваше служение. Эта активизация произойдет, и они будут течь в вашей жизни, в вашем служении. Когда мы будем действовать в сфере этих даров Духа, тогда они будут следовать силе. Когда мы будем действовать и употребляя дары распознавания, дары мудрости. И тогда мы будем изгонять дьявола. Он говорит, вы будете говорить новыми языками. Аллилуйя! Мы будем говорить новыми языками. Слава Богу! Это дары Духа Святого. Вы видите, эти чудеса и знамения, они оперируют точно так же, как и дары Духа Святого. И он говорит, что если даже возьмете змей. Многие люди боятся этого змея. Эй, он ничего себе не представляет. Он завязывает его в узел, и фактически это получается дно, ничто. И берет и выбрасывает его. Многие люди говорят, о, брат Гилл, я бы не поехал туда, в Африку или в Индию, во все эти места, куда ты ездишь. Я выпью воды и заболею. О, если вы пьете что-то смертоносно, не повредит вам. Но мы используемся Божьей мудростью. Но я был в более чем 50 странах мира. И я пил воду по всему миру. Я ел пищу по всему миру. И мне ничего не повредило. И я в хорошем здоровье. Аллилуйя. О, празднула в имя Иисуса. И затем он говорит, Последние слова, которые он проговорил, according to the book of Mark, before he ascended up through those clouds. The words that he wanted to leave ringing in the ears of his church today. He said, you shall lay your hands on the sick, and they shall recover. И он сказал, возложат руки на больных, и они будут здоровы. И Иисус сказал это. Он говорит, если вы возложите руки на больных, they might get a little better. Нет, нет, нет. И Иисус сказал, если вы возложите руки на больных, они будут здоровы. Аллилуйя. Мы узнаем на следующем уроке, как отпустить эту силу, когда мы возлагаем руки на больных. Но в Божье воле, что когда мы идем, чтобы мы проповедовали всей твари Евангелия. О, вы имеете в виду, мы раздаем вот эти трактаторы. Мы идем и проповедуем маленькие проповеди. Нет, церковь, которую Иисус созидает, она будет проповедовать Евангелие всей твари. И они будут сопровождаться, эта проповедь будет сопровождаться чудесами и знамениями, утверждая слово Его. Это называется Евангелизация Твариния. Будь то массовая Евангелизация, но более того, более важная индивидуальная личная Евангелизация. Каждого верующего будут сопровождать знамения. В Матфея 24, глава 14, каждый верующий будет с дерзновением провозглашать Евангелие для всей твари. В Матфея 24, 14, И это Евангелие будет проповедано по всему миру во свидетельство всем народам. И тогда придет конец. Люди спрашивают мне, брат Гил, когда же Иисус придет на землю? И обычно мы устроим конференции, диспуты и спорим о том, когда Иисус вернется. Некоторые говорят, «О Господи, приди быстрее, прежде, нежели мои счета придут». И мы начинаем добавлять всевозможную теологию, когда же Иисус придет на землю. И мы сидим и думаем, волнуюсь, когда Иисус придет, чтобы Он пришел прежде, нежели дьявол заступит. Когда Иисус вознесся на небеса, the Father said, «Сид down! Sit here! Until your enemies be made your footstool on earth!» And in the book of Hebrews, Jesus is his fourth waiting until his enemies be made his footstool on earth. He's waiting until we obey the great commission. And this gospel of the kingdom is a preaching of all the worlds as a witness unto all nations. And from Mark 16 to every creature. And then the end will come. And then Jesus is going to come back and say, «Well done!» Because we are the church that Jesus is building that will prevail over every gate, every stronghold of the enemy. And fortunately, that's the kingdom of God around the world. And these signs are going to follow us everywhere that we go. It's time for us to move back into the middle of the book of Acts. The same miracles that we read about in the book of Acts are for every believer today. It says in verse 20 of Mark 16, they went forth and preached everywhere. And the Lord was working with them, confirming his word with signs following. If we'll go out believing, sharing the gospel everywhere we go, then Jesus will be right there working with us. He'll be right there everywhere you go. He is the head of the church. He's in heaven. We're his body. We're here on this earth. These are the only hands he has here on this earth. Your hands are the hands that Jesus has here on this earth. or the hands that Jesus was here on the earth. And Jesus said, if you lay your hands on the sick, he says, I'll be right there working with you. When you lay your hands on the sick, it's like Jesus is reaching down through our arm and putting his hand in our hand like a glove. He's right there working with us. Confirming his word with signs and wonders following. everywhere that Jesus went. Miracles were taking place. In Luke chapter 14 beginning in verse 18, Jesus was beginning his earthly ministry. And here in Luke 14, 18 and 19, Jesus said, the spirit of the Lord is upon me because he has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted to preach the liberty to the captives and the recovery of sight to the blind. To set at liberty those that are oppressed and to preach the acceptable year of the Lord. And everywhere that Jesus went. Signs, wonders and miracles were taking place. Signs, wonders, miracles everywhere Jesus went. He was opening the blind eyes with deaf ears cleansing the lepers casting out the spirits of infirmity raising the dead and Jesus said, the spirit of the Lord is upon me because he's anointed me and that same spirit of the Lord is upon me and that same spirit of the Lord is upon you and that anointing of the spirit of the Lord is just not to make you feel good. He is anointing you to do the works of Jesus. He is anointing you to do the works of Jesus. Jesus said, the works that I do shall you do also in John 14, 12 and he will do also. Jesus said, most assuredly I say to you he who believes in me do you believe in Jesus? Do you believe in him? He said, he who believes in me the works that I do he will do also. and greater works than I do shall you do because I go to my Father. One day Jesus said, I'm going to have to go to my Father. His believer said, oh no, please Jesus don't leave us. Please Jesus don't go away. He said, oh no, it's good for you that I go away. It's expedient for you that I go away because if I go away I'm going to send the Comforter which is the Holy Spirit and when the Holy Spirit comes upon you when the Holy Spirit comes upon you you will receive you will receive power to be my witnesses. It's good for you that I go away. And the same Spirit of the Lord that was upon Jesus has come upon you. Baptize in the Holy Spirit and these supernatural gifts of signs and wonders and miracles are going to flow and operate through your life. when Jesus came to this earth a lot of people say as I did for many years oh it would have been so wonderful to have been here thousands of years ago when Jesus was alive. why all the wonderful miracles that were happening because the Son of God was here. but you know something when Jesus came to this earth he came in the form and the fashion of a man a lot of people cannot relate to Jesus because they see the miracles happening as the Son of God and many people can't relate to Jesus as a man because the miracles that I do shall you do also. I'm your example. You say who me? Oh I couldn't do the works of Jesus. After all he was the Son of God. You see as the Son of God he was omnipotent and all powerful. but when he when he came to this earth he came as the last Adam he was still truly God but he was truly a man. He temporarily laid aside and emptied himself of all of his rights and privileges as God. In Philippians chapter 2 verse 6 to 8 Philippians 2 6 to 8 Philippians 2 6 to 8 who being in the form of God did not consider it robbery to be equal with God he made himself of no reputation taking the form of a servant and coming in the likeness of men he had made man in his likeness as the creator but now he had come in the likeness of man and being found in appearance as a man he humbled himself he emptied himself of his rights and privileges as God temporarily and became obedient to the point of death even the death on the cross there were no miracles in the life of Jesus for the first 30 years no miracles but then he came and he was baptized and the spirit of the Lord came upon him in the form and the fashion of a dove he received the power of the Holy Spirit and immediately miracles began to happen everywhere Jesus went miracles were happening as the son of man he knew everything as the son of God he knew everything he was he was God the son of God he knew everything he was omniscient knew everything but when he came to this earth he was walking along one day and the woman with the issue of blood touched him and he stopped and said who touched me and the disciples said how can you say who touched me don't you see all the people touching you but he kept looking around to see who had done this you see he had temporarily laid that gift aside when he is a son of God he could be everywhere at one time but as a son of man he could only be in one place at one time I believe that Jesus operated in the gifts of the Holy Spirit just like you and I with the woman at the well he knew that that woman had had five husbands and the one she was living with was not her husband by the revelation gifts of the Holy Spirit Jesus was truly qualified to be our example because all the miracles took place through his hands and through his ministry as a man and miracles happened everywhere he went and they can happen through you and I in the same way as we operate in the gifts of the Holy Spirit so if Jesus can do it I can do it too if brother Gil can do it I can do it too every believer these signs will follow all those that believe hallelujah now Jesus in Matthew chapter 19 beginning in verse 36 we see his great compassion for the lost and dying and it says here in Matthew 9 36 when he saw the multitudes he was moved with compassion for them because they were weary and scattered like sheep having no shepherd and then he said to his disciples the harvest truly is plentiful but the laborers are so few he says therefore pray the Lord of the harvest to send out laborers into his harvest and then he he called the twelve to him in Matthew chapter 10 beginning in verse 1 and then we'll continue with verse 7 and 8 Matthew 10 beginning in verse 1 and when he had called his twelve disciples to him he gave them power over unclean spirits to cast them out and to heal all kinds of sickness and all kinds of disease that's what Jesus had been doing everywhere he went he had been discipling training and equipping the disciples to do his work now he is sending them out to go out and do exactly the same works that he had done he gave them the power over unclean spirits to cast them out just like he had been doing and to heal all kinds of sicknesses and diseases and he said as you go preach everywhere Jesus he went he was preaching and proclaiming the gospel and he says and say the kingdom of heaven is at hand and then he said heal the sick heal the sick don't forget about the sick and Jesus is saying today heal the sick heal the sick and cleanse the lepers raise the dead cast out demons and he sent the twelve out to do the same works that he had done in Luke chapter 10 he sent the seventy out with the same instructions we'll read verse nine verse one and then verse nine here beginning in verse one after these things the lord appointed seventy others also and he sent them out two by two to every place that he would go and he gave them these instructions in verse nine and heal the sick who are there heal the sick and say unto them the kingdom of heaven has come near unto you when we minister healing to the sick we bring God's kingdom to earth he said pray this way your kingdom come your will be done on earth as it is in heaven do you know there's no sickness and disease in heaven we bring the kingdom of God to this earth when we heal the sick we demonstrate the fact that the devil is defeated when we bring healing to the sick and Jesus not only imparted this to the twelve but he imparted to the 70 but he didn't stop there as he was leaving this earth he gave that same commission to every believer and he ascended up in heaven on the day of Pentecost he sent the power of the Holy Spirit and he ascended up in heaven and immediately miracles began to happen on the day of Pentecost when the miracles of speaking in other tongues occurred 3,000 people came to Jesus Peter and John just walking down the road on the way to a prayer meeting and saw a lame man begging beside the gate beautiful and they stopped and said silver and gold have I none gave it all in the offering over at the church but I got something that you need more than silver and gold I've got a commission that said if I lay my hands on the sick they shall recover and they said to that lame man look upon us look upon us they wanted to look into his eyes they wanted to make contact with those windows of his soul for those gifts of the Holy Spirit to operate they saw that man had faith to be healed through the word of knowledge and the word of wisdom they saw themselves boldly ministering healing to them it released that gift of faith they boldly stepped down and began to work that miracle taking him by the hands the laying out of hands taking him by the hands they raised him to his feet and immediately his ankles became strong and he went walking and leaping and praising God into the church into the temple and as God confirmed his word that day through that sign that wonder and that miracle many more came to Jesus because God Jesus was working with them confirming his word with signs and wonders and miracles and the church that day grew to 5,000 people people run around to conferences about church growth programs folks we don't need any more programs we need the power of God to be demonstrated Paul said my preaching and my teaching were not with wise and persuasive words of man's wisdom but in a demonstration of the spirit and the power of God I tell you signs and wonders and miracles will confirm the word of God everywhere that we go there was a believer by the name of Philip in the early church and when the persecution came and the believers were scattered the church doesn't need to be afraid of persecution the church is always strong in persecution but when the persecution came they obeyed the words of Jesus not just to take the gospel to Jerusalem but the Judea Samaria the uttermost part of the earth and so Philip went to Samaria and so he obeyed the words of Jesus to go to Samaria he obeyed the words of Jesus to go to Samaria Philip was not an apostle he was a dacan in the church of Jerusalem he was a dacan in the church of Jerusalem later he was to become an evangelist but that time he was just a layman in the church but he went to Samaria and he obeyed the great commission И он послушался великого повеления. Он не принял это как просто хороший совет. Он послушался как великому повелению. И он пошел и проповедовал Христа им. И Деяние 8, начиная с 6 стиха, Деяние 8, начиная с 6 стиха, Народ единодушно внимал тому, что говорил Филипп, слыша и видя, какие он творил чудеса. Ибо нечистые духи из многих одержимых ими выходили с великим воплем. А многие расслабленные и хромые исцелялись. И была радость великая в том городе. Вот случай верующего, который дерзнул поверить словам Иисуса. Он пошел и проповедовал в Самарии. И чудеса и знания сопровождали его топлив. Он делал дела Иисуса. Точно так же, когда Иисус приходил в город. Дьяволы, демоны уходили с криком. И воплем парализованно исцелялись. И город был в великой радости. И многие приходили к Иисусу. Когда этот верующий Филипп пошел в Самарию. Везде, куда бы мы ни пошли. Когда чудеса и знамения сопровождают нас, Божьи слова будут подтверждены. Много лет назад я был в Индии. Они привезли меня в одну деревню. Они сказали, Никого еще не было в этой деревне, чтобы проповедовать Иисуса. Тысяча хиндущих людей, Тысяча хиндущих людей служили своим богам. Но никогда не слышали об Иисусе. И они привезли меня в эту деревню, когда солнце заходило. Я готовил верующих, чтобы они могли творить дела Иисуса. Я снаряжал их хиндущих, чтобы они могли творить дела Иисуса. Иисус снабжал их инструментом. Точно так же, как мы это делаем сейчас через эти ленты. Поэтому я взял их с собой. Точно так же, как Иисус брал учеников с собой. И мы поехали в эту деревню. Когда мы приехали туда, уже солнце заходило, садилось. Это было на берегу. Это было на берегу. There was huts all up and down the beach under the palm trees. И там были маленькие избушки вдоль берега. The fishermen boats were coming in, and they were folding up their nets. Подходили лодки к берегу, они выгружали свои сети. Мы привезли генератор и систему усилителей. Мы установили громкоговорители, установили свет, освещение. И начали петь. Дети начали выходить из этих избушек. Затем матеря начали приходить. Затем целыми семьями начали выходить. И вскоре, когда солнце уже почти заходило, я сколько мог видеть только во всех направлениях. Я видел море лиц, на которые я смотрел, которые никогда не слышали еще проповеди об Иисусе. Я подумал, что же мне делать? Всю свою жизнь они слушали об хинду, об идолопоклонении. Они поклонялись языческим идолам. Почему они поверят мне? Этот смешно-белый человек, который пришел сказать им об Иисусе. О, я могу взять Библию. И сказать, что Библия говорит. Но они скажут, что такое Библия? Они не знают ничего о Библии. Что же я буду делать? Почему они поверят мне? И Иисус сказал, если мы пойдем и будем проповедовать Евангелие, тогда Он будет работать вместе с нами, подтверждая эту работу чудесами и знамениями. Так что, очень просто, я проповедовал Евангелие и рассказал им об Иисусе, и как Он был единственным путем, и как Он умер на Голгофе, заплатив за нас цен. Он был живой, что Он был прямо с нами в тот вечер. И я подумал, эти люди с радостью примут еще одного Бога, потому что мы уже были миллионы. that they could not just accept Jesus as another God. They were going to have to turn from all of their heathen idols to follow Jesus as the only true and living way. And remember, they're hearing about Jesus for the very first time. And so I said, is there anyone here that would stand up and say be front in the midst of all of your friends that I will turn from my heathen idols. I will never again go back into the Hindu temple. I am going to follow Jesus from this day forward as the only true and living way. And I said, God is going to confirm what I have spoken to you tonight. God is going to confirm what I have spoken to you tonight through signs and wonders and miracles. I thought, well, maybe God will heal four or five of them. But I heard myself saying, God is going to confirm what I have spoken to you tonight. because God is going to heal all of you. Oh, did I say that? But I knew it was God. And I had our team that we had trained to do the works of Jesus stand up. And the people began to come. Deaf ears were popping open. И глухие слышали. Blind eyes were opening. Глаза слепых прозревали. The lame were walking. People were breathing. They were having all types of respiratory problems. Crippling arthritis was leaving bodies. And that night, as they came one after another, everyone that came was instantly healed by the power of God. I got them all seated on the beach. Они все сидели там на пляже, на берегу. Я еще раз проповедовал Евангелие. Я сказал, есть ли кто-нибудь здесь, который откажется и отвергнет своих богов языческих и примет Иисуса Христа своим личным спасителем? Есть ли кто-нибудь здесь, который встанет и скажет, я это сделаю? Я думал, может быть пять или шесть человек встанут. Все встали. О, я подумал, меня неправильно поняли. Я говорю, садитесь, садитесь. Я опять начал проповедовать. Есть ли кто-нибудь здесь, который сделает это? Опять все встали. О, это не поняли или неправильно, садитесь. This time I preached the gospel again and I made it clear that they couldn't just accept Jesus as another God. They were going to have to renounce all their other idols and follow Jesus as the only true and true God. I said now, is there anyone here that will do that? И я говорю, есть еще кто-нибудь здесь, есть кто-нибудь здесь, который это сделает? И они опять все вместе стали. And having heard the gospel for the first time confirmed by signs and wonders and miracles that whole village passed out of the kingdom of darkness into the kingdom of God's dear Son. There is only one evangelism found in the New Testament and that's miracle evangelism whether it's mass evangelism or individually through you as a believer. Everywhere you go God wants to confirm His Word. Where you go shopping where you work where you go to school with your neighbors with your family. God wants to confirm His Word with signs following. And He said these signs would follow those that believe. As you operate in these precious gifts of the Holy Spirit signs and wonders and healing miracles are going to follow you. And people are going to come to Jesus everywhere that you go. God bless you. Hallelujah. Hallelujah. Amen.